Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал Брошь об Израиле и я Шуламит. Я нахожусь в Хайфе, как видите. Сегодня день выборов. Мы выполнили свой гражданский долг и решили прогуляться. Правда, честно говоря, день мы выбрали неудачный, потому что сегодня дует южный ветер. Он приносит пыль, песок. Видите, как мутно виден Бахайский храм. Так обидно находиться в таком красивом месте и даже не суметь нормально заснять. Но у меня есть видео про эти места, так что ничего страшного. Вы сможете посмотреть, если захотите другие. Ой, метронит едет прямо на меня. Надеюсь, что она меня не раздавит. Не, ничего. Я стою на таком островке посередине улицы. Улица называется Бен-Гурион. За моей спиной море. Передо мной гора Кармель. И я нахожусь в районе, который называется Мошава-Гермонит. Немецкая колония. Район этот был построен темплерами. Я об этом районе рассказывала. И, кстати, хочу сказать, что в моих комментариях под моим недавним видео, как оно называлось, не помню, о ферме пряностей. Там я рассказываю, что город Беплием-Галилейский, Бесле-Камак-Лилит, был построен темплерами. И несколько человек мне в комментариях написали, что не темплерами, а темплиерами. Нет, я не путаю. Я никогда не даю неизвестную мне информацию. Если я сказала темплерами, значит, темплерами. Темплиеры – это рыцарский орден, который существует где-то с 1100 года примерно. А темплеры – это люди, которые откололись от лютеранской церкви в Германии. Это было в XIX веке. И они приехали на святую землю и строили тут свои дома. Покупали участки земли, возделывали землю, занимались сельским хозяйством. Вот в Хайфе есть такая улица, построенная темплерами. Такой же район есть в Тель-Авиве. Называется Сарона. Я его тоже не раз снимала. И там тоже остались такие дома. Есть в Иерусалиме. Весь город Бейтлеха-Маглилит был построен темплерами. Остались их дома. Почему их нету больше, вы спросите? Да потому что они сочувствовали нацистам. Англичане их отсюда выселили. Так что поэтому их тут нет. Ну вот все, что я могу сказать пока об этом районе. Вот теперь такая надпись тут есть. I love HIFO. Эта надпись появилась еще перед Новым годом. И вечером очень красиво подсвечивается. Я, кстати, засняла. Извини, забуду, дам ссылку, как это место выглядит вечером. Здесь торговый центр, сити-центр. Он работает. Работает он 7 дней в неделю, в том числе и по субботам. Но мы зашли туда делать там, честно говоря, ну просто нечего. Поэтому мы уходим, уходим. Остановили здесь просто передохнуть по дороге. Мы переехали в другой район. Район, который находится уже не в Нижнем городе, а на склоне горы Кармель. И это исторический центр Хайфы. Называется он Адар. Здесь находится муниципалитет города Хайфа. Вот он, кстати говоря. Сейчас сниму его получше. И о нем я рассказала, поэтому я дам вам просто ссылку на видео, где я рассказала. Вот об этом вот здании. Это муниципалитет города Хайфа. Также я вам рассказала об этом парке, парке памяти. И об этом здании, которое находится за ним. И рассказала вон об этих вот фигурках, которые называются Ахим, братья. Вот оно, здание муниципалитета города Хайфы. Вот там символ города Хайфа. Один из символов, я бы сказала. Вот он. Хайфа – портовый город. Это один из важных городов Израиля. Это третий по величине город. В Хайфе очень много старых домов. Вот таких вот. Очень интересная у них архитектура. Некоторые из них отреставрированы, многие еще нет. Не знаю, когда до них доберутся. Это будет прекрасный, прекрасный город, когда его хорошенько отреставрируют. Ну, а мы сейчас пойдем гулять по Адару. Здесь много магазинчиков. Здесь находится рынок хайфский, Тальпиот. Все это я, конечно, снимала во многих моих видео. Есть у меня целый плейлист, где все о Хайфе. Так что, кого интересует этот город, все возможности у вас есть посмотреть на него. Но я снимаю снова и снова, потому что у меня много новых подписчиков. В одном только этом месяце у меня подписалось очень много людей. Не знаю, что вдруг такое оживление. Я очень рада. Я всех приветствую на моем канале. Очень благодарна вам за то, что вы проявляете интерес к моим видео. Так что пойдем дальше. Если что-то будет интересное, обязательно снимем. Посмотрите, кто-то на машине нарисовал рожицу. Сейчас на всех машинах можно рожицу рисовать. Хочу показать, какие сейчас машины. Посмотрите, все машины вот в таком состоянии. Сплошной песок. Дело в том, что в Израиле сейчас пыльная буря. И приносится песок из пустыни. Не только в Хайфе, везде так сейчас. Теперь в Хайфе тоже везде такие вот скамеечки, как в Тель-Авиве. Посмотрите, какой интересный дом. Какие закругленные балконы. Типичный балхаус. Мы находимся на улице Герцель. У меня есть видео про эту улицу. И мы находимся сейчас в самом сердце, в самом центре района Адар. И перед нами вот это здание, которое мы видим, называется Бейт-Акранот. Здание фондов. Это историческое здание. Оно было построено, ну, наверное, сто лет назад где-то. Я о нем уже рассказывала. Здесь проходили все собрания, все важные израильские съезды. Здесь собиралось правительство еще до того, как образовалось государство Израиль. Уже было временное правительство. И вот тут собиралось оно. И думали тогда, что Хайфу, тем более, что это был самый главный порт Израиля, ворота Израиля, и хотели сделать Хайфу столицей. Но потом все-таки решили сделать Иерусалим. Представьте, что было бы, если бы Хайфа стала столицей. Какое развитие получил бы этот город. У этого города огромный потенциал. Он находится в красивейшем месте, на берегу моря. Живописная гора, живописные пейзажи. Старые интересные здания. Район Мошава-Гермонит. Чего здесь только нету. Но, к сожалению, как-то все-таки этот город немножко... Ну, не скажу, что он заброшен. Что-то делается, но я считаю, что недостаточно. Здесь огромный потенциал. Сюда приходят корабли с туристами. Конечно, улица Герцель очень изменилась. Она выглядит намного лучше, чем в 90-м году, когда я приехала. Вот всех этих кустиков и всех этих деревьев вообще не было. Не было. Ничего этого. Так что изменения, конечно, за 30 лет произошли. Но я считаю, что этого недостаточно для этого интереснейшего города. Мы на улице Герцеля. И тут полно магазинчиков. Вот это магазин сумок большой. Я обязательно туда зайду, потому что я ищу себе сумку. И тут разные другие магазинчики, которые я вам столько раз показывала. Это район недорогих магазинов. Недорогих – это не значит плохих. Поилка для кошечек и для собачек. Правда, воды в ней нет. Спускаюсь с улицы Герцеля вниз на улицу Афалутс. Хотела я, честно говоря, спуститься еще в Нижнюю Кайфу. Но погода неблагоприятствует. Так что я думаю, что сегодня я закончу на этом мое видео. А в Нижнем городе мы с вами побываем в другой раз. Посмотрите, какой автобусик стоит. Интересно, что они там продают. Что-то продают. Какие-то сладости. Бог знает что. Ну, все. А мы пошли к машине. Так что я с вами прощаюсь. Надеюсь, очень-очень ненадолго. До свидания. Будьте здоровы. Берегите себя. Не ходите по улицам вот в такую погоду. И до скорых встреч.